Марафон поздравлений Незримые раны В Абруйске обсудили профилактику детского насилия Наши подразделения непосредственно занимаются выявлением преступлений, связанных с серийными половыми преступлениями Что говорят цифры статистики? Селфи с вышиванкой Белорусский союз молодежи запустил новый проект Отметить его хэштегами Сколько номинаций? А также вопросы сотрудничества Массовая вакцинация И проверка знаний У абитуриентов начались выпускные экзамены Когда старт ЦТ? Взгляд снизу Сегодня в мире отмечают День защиты детей Поздравления принимает каждый пятый житель страны В Абруйске июнь начался с нужных подарков для особенных малышей Обо всем по порядку Карина Гуревич Дар, талант или просто упорство Что по-настоящему важно Домра стала первой любовью Игоря Урбановича Сейчас же в его руках тенор, баритон и даже электрогитара Без музыки юный виртуоз свое будущее даже не рассматривает Совсем недавно парень стал лауреатом республиканского конкурса Народных инструментов и положил еще одну награду в копилку школы Когда ты играешь мелодию, то ты выражаешь свои мысли Какую-то историю рассказываешь из своей жизни Из чего-то, что было у тебя, что близко другим людям В 2013-м одно из старейших музыкальных учебных заведений республики Реорганизовали в школу искусств Сейчас здесь обучается почти тысяча ребят Пианисты и скрипачи, цимбалисты и гитаристы, певцы и театралы В этом году готовятся принять еще 220 будущих маэстро Ежегодно более 25% выпускников продолжают учиться по своим направлениям Поступают в специализированные колледжи и университеты Дети, которые учатся в школе искусства, это всегда другие дети Потому что это дети с другим кругозором Дети, которые вырабатывают в себе терпение, работоспособность, ответственность Сегодня во всем мире отмечают День защиты детей А праздники, как известно, не обходятся без подарков На территории Центра коррекционного развития появилась новая игровая площадка Карусель, змейка и турники Оборудование, уверяют специалисты Поможет малышам правильно развиваться Его приобрели благодаря акции Белорусского детского фонда Это помощь, конечно, в виде игр развивающихся В виде вот этой площадки для детей с особенностями развития Эти дети, как никто, нуждаются Сейчас в Центре занимается свыше 30 детей С психическими и физическими нарушениями Здесь организованы все условия, чтобы малыши чувствовали себя комфортно Такое учреждение, как наше, для того, чтобы такие дети, имеющие тяжелые нарушения развития Проблемы со здоровьем, оставались в семье Потому что чаще, когда в такой семье возникают проблемы Конечно, они нуждаются в поддержке Такая поддержка есть у них Надо, чтобы всегда, я считаю, что 1 июня Здесь вот так собиралось много людей Детки здоровые, детки с ограниченными возможностями Это очень полезно для всех И для наших деток, и для здоровых деток Поэтому это очень здорово Спасибо всем организаторам за праздник такой Что радует наших деток Не только таких индивидуальных деток Но и всех наших детей Поздравляем с праздником Еще одно событие – открытие волонтерского проекта «Планета лета» Вплоть до нового учебного года Организовывать досуг школьников будут 8 тематических площадок Двери открыты любому желающему Я считаю, что данный проект очень важен для наших детей Максимально можно обеспечить занятость в период летних каникул Чем вы занимаетесь? Мы формим животных, ухаживаем за ним А откуда у вас вообще животные? Мы их разводим, нам их приносят, мы их лечим А у тебя есть любимчики? Любимчики, да У меня есть ворская свинка, шиншилла Томик и хорек Лючка Представители МЧС, ГАИ и Освод станут частыми гостями летней программы Здесь еще раз повторят, как правильно вести себя на дороге, возле водоемов и в случае экстренной ситуации Карина Гуревич, Максим Галеонко, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360 В продолжении темы в Бобруйске прошел семинар Ключевой посыл – детское без насилия Обсудить тему номер один собрались школьные психологи, классные руководители, социальные работники и представители УВД Речь шла о профилактике физического и сексуального насилия Проблема педофилии и преступлений в отношении подростков в аспекте половой неприкосновенности Актуальна как в нашем городе, так и во всей республике В 2019-м в Бобруйске зафиксировано 41 такое правонарушение В 2020-м – 40, в этом году уже 11 Наши подразделения непосредственно занимаются вявлением преступлений, связанных с серийными половыми преступлениями И в основном упор делаем мы в отношении мужчин, совершающих половые преступления В отношении не достигших 16-летнего возраста, молодых мальчиков, так сказать В основном данные встречи и общения начинаются в сети интернет Оттуда уже после чего уже установлено каких-то общих интересов, каких-то общих контактов, общих тем Уже непосредственно живые встречи начинаются В ходе проведения живых встреч уже последует приглашение куда-то выехать на природу, где-то поехать домой и постепенно прилавняет психологический барьер ребенка, совершаются уже непосредственно сами так называемые половые преступления. В большинстве случаев данные преступники не выделялись ничем из обычного общества, некоторые из них даже имели детей, жену и полноценную семью. Но опять-таки они выделялись совершать данное преступление свободно, так сказать, от работы и семьи время. В 2019-м в Абруйске задержали мужчину, жертвами которого стали 12 мальчиков. Его приговорили к 15 годам лишения свободы. Подробности визита в Сочи, выпускные экзамены и дымовая завеса. Шри-Ланке грозит экологическая катастрофа. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Вопросы сотрудничества Белоруссии и России обсудили сегодня во Дворце независимости. На совещании Александр Лукашенко раскрыл некоторые подробности недавнего визита в Сочи. В частности, президент высказался о содержимом чемодана, который взял на встречу с Владимиром Путиным. По словам главы государства, в дипломате находились аналитические материалы, подготовленные белорусскими спецслужбами. В школах Белоруссии начались выпускные экзамены. Они пройдут по 9 июня. Как и в предыдущие годы, тексты для проведения испытаний и номера контрольных работ по математике объявят в прямом эфире по ТВ. А также они будут сразу же размещаться на портале Министерства образования. Тем временем, на ЦТ регистрация завершилась. В Белоруссии открылась 31-я международная специализированная выставка «Белагро-2021». Участие в этом году принимают свыше 400 компаний из 16 стран – России, Великобритании, Франции, Нидерландов, Китая, Сербии, Швеции, Чехии и Ордании. Отдельными экспозиционными блоками будут представлены предприятия Германии и областей России. «Белагро» станет и площадкой для деловых переговоров. В Шри-Ланке грозит экологическая катастрофа из-за разлива химикатов. Страна столкнулась с самой чрезвычайной ситуацией в своей истории. Грузовое судно, которое перевозило опасные вещества, загорелось у берегов островного государства. Пожар продолжается уже больше недели работы. Спасатели осложняют муссонные ветра и ядовитый груз. На борту более 300 тонн химических реактивов. Всемирно известный Каннский кинофестиваль возвращается. Грандиозное событие пройдет в начале июля уже в 74-й раз. Программу форума объявят 3 июня. Конкурсные премьеры будут проходить, как обычно, в кинозалах, но без громких звездных вечеринок. Организаторы подготовили сюрпризы. Несколько картин покажут на пляже. Минздрав в Беларуси обновил статистику по COVID-19. За минувшие сутки зафиксированы 636 пациентов с положительным тестом на коронавирус. Всего с начала пандемии заразились 395 тысяч 75 человек. В столице началась вакцинация китайских граждан от коронавируса. Прививочная кампания проходит в рамках договоренности с посольством КНР. Антиковидный укол получит свыше 4000 человек. Это те, кто учится либо работает в Беларуси. После иммунизации китайцам выдают справку и сертификат. В течение года в стране планируют привить не менее 60% жителей. Тематическое селфи или фото. БРСМ приглашает желающих принять участие в республиканском конкурсе. В этом году организаторы предлагают 6 номинаций. Стать частью проекта несложно. На снимке должна быть вышиванка, либо одежда с белорусским национальным орнаментом. Разместить фото нужно до 23 июня. Для того, чтобы стать его участником, молодым людям, нужно разместить в личных профилях социальности Инстаграм свою фотографию у вышиванцы и отметить его хэштегами селфи и фото с вышиванкой и другими, которые вы можете узнать в странице социальной сети Инстаграма БРСМ Бай, либо молодежь Бобруйска. Подведение итогов пройдет в формате онлайн-голосования в официальных аккаунтах БРСМ. Все победители будут отмечены ценными подарками. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»!